Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 88-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». И в этом уроке просто сногсшибательный, просто виджет огонь. Я ничего подобного раньше не видел до этого виджета. Вообще не знал, что такие серьезные виджеты могут быть. И вы, по сути, можете сделать прямо настоящий музыкальный сайт благодаря вот этому плееру. Смотрите, внизу у нас прикрепляется плеер автоматически на дно сайта. При прокрутке, вы видите, он висит на месте. Есть крестик «Закрыть» и вот здесь в углу появляется такой плей. То есть, когда музыку мы запустим и закроем плеер, вот здесь будут индикаторы такие, знаете, эквалайзеры. По-другому, такие будут бегать здесь. То есть, все очень круто. Смотрите, можно вот так по клику развернуть список треков. Назвать треки как хотите, повесить сюда свою обложку. Практически все цвета тут настраиваются. Показано время, сколько прошло, сколько осталось. Точнее, сколько трек всего идет. Убавление громкости. По клику по вот этой иконочке также можно свернуть трек. Лист. Вот здесь есть переключение треков. Вперед-назад. И кнопка «Плей». И давайте проверим. Вот вы слышите, играет музыка. Вот я ее убавил. Вот я закрываю плейлист. И обратите внимание, вот здесь бегут индикаторы. Очень красиво. Причем сайт прокручиваю, они стоят на месте. Вот переключаю треки. Второй, третий, четвертый и назад. И можно вот так переключать треки по клику по треку. Вы видите, да? Просто бомба, а не виджет. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Итак, виджет представляет из себя вот такой прямоугольник. Вы можете разместить его на сайте где угодно. Все равно он будет автоматически закрепляться в нижней части сайта вашего. Когда вы установите виджет, не забудьте, в папке с виджетом есть вот такая еще папочка. Откроете ее. Здесь вот GIF, анимационная картиночка и файл SVG. То есть это необходимые файлы для виджета. Их нужно будет добавить для передачи. То есть вы уже знаете, как это делается. Это вот файл. Добавить файл для передачи. И просто заходите, выделяете и открыть. Все. Эти файлы просто помещаете в Muse. И как бы все. То есть можно уже дальше настраивать виджет. Давайте посмотрим настройки. Смотрите, здесь вообще все просто. Мы можем загрузить до 8 музыкальных файлов. И дальше тут настройки элементарные. Это только настройки цветов. Всевозможные цветов вашего плеера, чтобы можно было максимально его приблизить к вашему дизайну вашего лендинга. И первое, что мы можем загрузить, это обложка ко всем музыкальным трекам. Рекомендуется 500 на 500 пикселей. Изображение. Давайте загрузим. Я подготовил изображение. И давайте загружать музыкальные треки. То есть вы должны подготовить mp3 файлы. Не знаю по поводу русских названий. В самих музыкальных файлах не пробовал. Но лучше подстрахуйтесь. Если у вас музыкальный файл называется по-русски, лучше как-то переименуйте его. Либо пронумеруйте, либо по-английски напишите. В избежание каких-то глюков или неработающего плеера. Я нажимаю добавить файл. И у меня вот видите 5 дорожек. Я их назвал 1, 2, 3, 4, 5. Вот и выбираю 1. Открыть. Дальше. Под каждым музыкальным файлом здесь уже можете писать по-русски название вашего трека. Я назову трек 1. И так далее. Сейчас я ставлю на паузу и загружу еще несколько треков. Итак, я загрузил 3 трека. Это достаточно для теста. И назвал его по-своему. Давайте на этом этапе посмотрим, что у нас в браузере. Изначально вы видите, плеер серенький. Здесь есть такие кнопочки. Сразу запустим. Вы слышите, играет музыка. У нас все работает. Давайте посмотрим трек-лист. Треки названы по-русски. И все работает. Стрелочками переключается. И вот смотрите, практически сейчас все цвета можно поменять. Сначала, конечно, вам будет тяжело. Вы, наверное, не будете понимать, какой цвет за что отвечает. Но здесь элементарно можно методом тыка просто набирать цвета. Все вот эти, которые ниже. И это не займет много времени. Итак, ниже спускаемся, где можно загрузить последний трек. У нас идут фонт. То есть это шрифты для нашего текста. Для названия треков меняем шрифты здесь. Ну и вот пошли эти цвета. Background Color. Это задняя такая полоска этого плеера. Я просто меняю цвета сейчас на свои. Background Track Color. Это, в принципе, трудно объяснить. Это вам надо смотреть. Давайте я вот так вот сделаю, чтобы вы видели. И Background Close Button Color. Давайте сделаем красную. Вот. Опасити – это прозрачность всего плеера. Единица – значит прозрачность отключена. Хотите, чтобы плеер был прозрачным и виден был фон за ним. То на вот эту стрелочку внизу на уменьшение делаете. Чем меньше значение 08-07, тем плеер будет прозрачнее. Единица – это полное отсутствие прозрачности. Вот. Вы видели. Я сменил три цвета. Давайте посмотрим в браузере. И вот обратите внимание. Вы видели. Я выбрал три цвета. То есть этот желтый. Видно теперь, где он находится. Это вся задняя полоса плеера. Close Button кнопка красная. То есть вот эта кнопочка. И вот эта часть плеера, вы видите, темно-зеленая. Все очень просто. И таким же образом я настраиваю цвета другие. Трек – Title Color. Ну, я хочу взять, например, желтый цвет. Player – Border Color. То есть это рамка всего плеера. Тоже пускай будет вот такого цвета. Трек – Title – Time – Total Color. Ну, надо опять же смотреть, да. Я произвольные цвета сейчас беру. Разноцветный. Чтоб сразу вы понимали, где какой цвет. Трек – Time – Low Adder. Color. Выберу какой-то цвет тоже. Трек – Time. Current Color. Это там, где у нас прибавление звука, да. Тоже возьму какой-то другой цвет. Плеер – Button Color. Белый. Возьму, например, сделаю черный. И Play List – Background Color. Это вот по нажатию, когда у нас на кнопочку вылазят вот эти треки, да. Какого сделать цвета. Давайте сделаем белого. Вот они все цвета. Давайте посмотрим, что у нас получилось там. И вот вы видите, что у нас тут получается, да. Сразу видно, где фиолетовый цвет, желтый цвет – это заливка. Вот когда наш трек показывает, сколько он проиграл. Вот синий цвет у нас, ползунок громкости. Задний фон фиолетовый. То есть, смотрим здесь. Вот они, белый. Вот эта подложка. Но тут уже, видите, не видно. Опять же, надо подбирать. То есть, вы методом тыка просто элементарно подбираете цвет под себя. Здесь, говорю, стоит немножко просто посидеть, настроить под себя все вот эти цвета. Немного это время займет, да. И у вас будет рабочий, готовый плеер. Проверял его на мобильном устройстве. Так же все нормально смотрится, работает. На этом я заканчиваю данный видеоурок. И увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok